На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Фатерлянд». Ставьте лайки, если вам нравятся наши ролики. Один готов. Где-то в параллельной реальности Вторую мировую войну выиграла Германия. По окончании войны вся Европа оказалась под властью Рейха. Один только Советский Союз продолжает сопротивляться и не сдаёт свои позиции. Продолжаются сражения, в которых Германия может проиграть, если не получит поддержку Соединённых Штатов. В 1964 году жители нацистско-германской империи готовились к празднованию 75-летия Гитлера. К этой дате в страну должен был приехать американский президент Джозеф Кеннеди-старший. Гитлер надеется заключить с ним мирный договор и получить от США финансовую помощь. Для освещения торжеств по случаю 75-летия фюрера пригласили представителей мировой прессы. Были среди них и американские журналисты. Властные структуры Германии, в частности Гестапо, призвали сделать всё, чтобы представители СМИ увидели не ту страну, которой новая империя является на самом деле. Необходимо скрыть те жуткие факты истребления евреев, которые имели место во время войны. Кроме того, в Великом Рейхе до сих пор происходят ужасные вещи. Но об этом все молчат или стараются не обращать внимания на такие случаи. Тем временем средства массовой информации находятся под контролем государства. Курсант СС Герман Йост во время пробежки замечает, как незнакомые люди сбрасывают в озеро тело мужчины. Он прячется от них, и когда авто с незнакомцами проезжает мимо, Йост замечает мужчину, которого уже видел однажды. Герман сообщает о происшествии в СС, которые теперь выполняют функции полиции. Только он говорит, что увидел тело с тропы, по которой бегал. О людях, сбросивших мужчину в озеро, он умолчал. Расследовать дело привлекают штурмбан фюрера СС Зави Марча. Его вызывают в выходной день, и у него как раз гостит сын Пили. Мальчишка мечтает поехать в Америку. А еще он боготворит фюрера и даже возносит ему хвалу за завтраком. Однако отец останавливает его и просит прочитать настоящую молитву. Зави выясняет, что погибшего зовут Йозеф Бюллер. Он жил неподалеку и, по всей видимости, решил закончить свой земной путь. А может, его утопление – это случайность? Узнать больше можно будет только после вскрытия. В это же время в Германию прибывает делегация иностранной прессы. Среди журналистов оказалась и Чарли Магуайр. Она родилась в Берлине, но не была здесь с детства. За ней наблюдает человек по фамилии Лютер. Он когда-то участвовал в Ванзейской конференции, где принималось решение об уничтожении евреев в газовых камерах. Когда Чарли оказывается одна, он передает ей конверт. Когда было проведено вскрытие Бюллера, Зави доложили, что на теле обнаружены многочисленные синяки. Но при этом патологоанатом считает, что мужчина умер от утопления или от инфаркта. Штурмбаннфюрер Марч узнает, что Бюллер был автором программы по переселению евреев. Учитывая, что это важный в Рейхе человек, к расследованию надо подойти ответственно. Придя в свой номер, Чарли вскрывает конверт и видит там фотографию, на которой запечатлены участники Ванзейской конференции. Среди них выделен штуккарт и указан его адрес. На обратной стороне записка от Лютера. Он просит Чарли навестить штуккарта. Тем временем Зави Марч отправляется домой к Бюллеру. У него не было одной ноги, и Зави находит в одной из комнат протез. Ему кажется странным, что Бюллер проскакал на одной ноге до озера и там сам пошел ко дну. Он понимает, что это убийство. Зави отправился к Герману Йосту, чтобы поговорить. Он просит рассказать правду о случившемся во время пробежки кадета. Ведь увидеть труп с тропы Йост не мог. И Герман рассказывает о людях, одного из которых он узнал. Это был генерал Глобус из штаба гестапо. Зави просит Йоста никому не говорить об этом и уходит. Чарли приезжает к штуккарту, но на звонок в дверь никто не реагирует. Тогда она вызывает консьержа и ей открывает дверь молодой человек. Хай, Гитлер. Да. Он указывает ей нужную квартиру. А когда Чарли заходит внутрь, она обнаруживает штуккарта застреленным в своей постели. Она вызывает полицию и ее забирают для дачи показаний. При этом у нее забирают паспорт. Полицейским она говорит, что должна была брать у штуккарта интервью. Зави вызывают на ковер к начальству, чтобы сообщить, что дело Бюллера теперь относится к вопросам государственной безопасности. И им будут заниматься люди из гестапо. Марч рассказывает о генерале Глобусе, который был замечен на месте преступления. Начальника Зави заинтересовала эта информация, но он не стал ее обсуждать. Вместо этого он отдал Марчу дело штуккарта, которого нашли мертвым в собственной постели. Зави забирает Чарли из участка и везет ее в квартиру покойного. Здесь их встречает консьерж и сообщает, что квартира опечатана. Но Марч настаивает, что должен ее осмотреть. Консьерж соглашается, но при этом вызывает гестапо. Зави не верит, что Чарли приехала к штуккарту, чтобы взять интервью. Он привез ее сюда, чтобы она рассказала правду. Но разговора у них не получается. Приезжают гестаповцы и Марч отправляет журналистку домой. В этот же вечер к начальнику Зави приезжает генерал Глобус, чтобы объяснить, почему эсэсовцы не должны лезть в дела об убийстве штуккарта и Бюллера. А тот объясняет это Зави. Оказывается, Бюллер и штуккарт были пойманы на контрабанде произведений искусства. Еще с ними в команде состоял Лютер, которого теперь ищут. Операция производится по приказу рейхминистра Гейдриха. Бюллер и штуккарт якобы самоустранились, когда узнали, что за ними должно прийти гестапо. Но Зави в это не верит. Поэтому шеф намекает ему, что если он не отступит, то наживет себе врага в лице Глобуса. Если же отойдет в сторону, его ждет блестящая карьера. Вернувшись на работу, Зави узнает, что кадет Йост погиб во время тренировки. Ему эта смерть кажется подозрительной. Марч решает продолжить расследование и связывается с Чарли. Он просит ее рассказать правду о встрече с штуккартом в обмен на ее паспорт. Чарли отдает Зави фотографию, полученную от Лютера. И тот едет к своей знакомой, чтобы узнать, кто запечатлен на снимке. Из архива они поднимают информацию о тайной встрече Гейдриха, Бюллера, штуккарта и еще нескольких человек в 1942 году. Практически все участники этой встречи умерли. Зави понимает, что дело серьезное, и гестапо подчищает за собой следы. Он требует, чтобы Чарли немедленно уехала из Берлина, ведь ей грозит опасность. Чарли послушалась Марча. Она собрала вещи и уже готовилась покинуть страну, как ей вручили новое сообщение от Лютера. Он просил о встрече в поезде, и Чарли поехала туда. На платформе Лютер замечает эсэсовцев. Они ищут его, поэтому он торопится запрыгнуть в поезд. Здесь его замечает один из полицейских и вызывает подмогу. В поезде Лютер встречается с Чарли и просит ее устроить через посольство выезд в Соединенные Штаты для него и его подруги. Взамен он предоставит секретные сведения о преступлении, совершенном во время войны. Гестапо пытаются замести следы, и в живых остался только Лютер, поэтому за ним охотятся. Чарли соглашается. Но когда Лютер выходит из поезда, за ним начинается погоня. В ней участвует и Зави Марч с напарником. Лютер открывает огонь по полицейским и его убивают. Заметив Чарли, Зави уводит ее. Он собирается отвезти девушку в аэропорт. Генерал Глобус недоволен тем, что Лютера убили эсэсовцы. Он сообщает об этом начальнику Зави и просит, чтобы ему выдали Чарли, когда найдут. Тем временем Чарли рассказывает Марчу о том, что узнала от Лютера. Зави достает его личное дело и выясняет, кто изображен на второй фотографии, которую Лютер предоставил для подготовки документов. Женщину зовут Анна фон Хаген. Вместе с Зави они едут к ней. Чарли говорит, что пришла забрать документы, которые Лютер собирался передать в посольство. Фон Хаген осторожничает, но все же отдает бумаги, а затем рассказывает об их содержании. Она с упоением вспоминает времена, когда евреев тысячами убивали в газовых камерах, а затем сжигали. В папках есть доказательства этих зверств. Забрав документы, Чарли показывает их Зави. Но тот не может поверить, что подобные ужасы происходили на самом деле. У него открываются глаза на тех людей, которым он служит. Зави понимает, что больше не сможет гордо носить форму СС. Более того, он не сможет смотреть в глаза своему сыну. Чарли предлагает Зави ехать с ней в Соединенные Штаты. Она покажет документы американскому послу, чтобы тот донес информацию до президента. А Марч пока заберет пили. Они договариваются встретиться вечером. Зави звонит жене и просит приехать к нему. Когда она уходит из дома, он просит сына собрать вещи и поехать с ним в Америку. Мальчишка понимает, что у отца какие-то проблемы и звонит в гестапо. Оттуда высылают людей. Зави замечает их и пытается сбежать. Но завязывается перестрелка, в которой он убивает одного из гестаповцев и сам получает ранение. Ему удается добраться до телефонной будки и позвонить сыну. Зави говорит ему, что он не виноват в случившемся. Затем он умирает. Чарли приходит на торжественный парад, где выступает Гитлер. Вот-вот должен подъехать Кеннеди, но Чарли замечает за собой слежку. Она прорывается через толпу людей к машине президента и просит посла передать ему папку с секретными документами. Получив ее, президент отменяет встречу и подписание мирного договора. Правительство Германии по телевидению сообщает населению, что встречу отменили из-за бомбы русских, которые хотели сорвать подписание договора. Выполнив свою миссию, Чарли не покинула страну. Осознав, какие ужасы творились руками немцев, она не смогла просто сбежать. Ведь она чувствовала свою ответственность перед жертвами фашистов. Чарли просто сидела и ждала, пока за ней приедет гестапо. Без союза с Америкой гитлеровский рейх распался. Вместе с этим жители страны начали прозревать, и первым из них был сын Зави. Друзья, если вам нравятся наши ролики, то вы можете поддержать нас на Бусти и получить бонусы.